Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст. Желаю вам всем достигнуть этого совершенства по образу, примеру и учению нашего Творца-Создателя, путеводителя, подвига положника, Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа. Вы, мои дорогие друзья, на канале, кто не знает, Христолюб, Христолюб Лайф в частности, канал, где я записываю свои такие ролики, немножко в свободной форме, хотя, естественно, жизнь христианина неотделима от живого Христова слова. Сегодня веселая будет у нас с вами трансляция, ну, давайте, я не буду долго вам рассказывать. Я вам обещал кое-какой эксперимент провести, публичный. Я вам хочу показать, мне очень понравилась эта рубрика тем, что я вам могу показать обратную сторону. Нам кажется, ревнуйте о дарах духовных, Павел говорит, и всем, кажется, свой, правда, надо дары. Знаете, иногда думаешь, нужны ли они мне эти дары. Дар слова, дар учительства, дар пророчества, дар проповедничества. Ты сможешь служение-то нести. Я вам хочу показать обратную сторону в очередной раз, такую горячую, и провести один эксперимент, как обещал, ибо Бог есть любовь. В этот раз я никакой статьи не писал. Сейчас вы видите открытый мой личный кабинет моего канала. Вот видите, картинка. Христолюб Лайф. Вот все мои три канала. Это внутренний кабинет. Не совсем он помещается на экране. Надо вот так вот крутить. Но ничего. Вот видите, сообщество, комментарии. И вот мы с вами. Вот прям свеженькие комментарии. Немножечко вниз пролистываем. Прям вчерашние комментарии. Тут неважно, кто он. Вы знаете, я публично никого не поношу, потому что мы вот кликаем по человеку. Открываем. И ничего не видим. Пустая иконка. Никакой шапочки. И очень странное имя. Я вот даже произнесу. Ли-Н. Или Н. Как вот это прочитать. Вот такие вот мне пишут критики. Сейчас мы почитаем. Публично. Все равно это никто. Кто вот это? Я не знаю, кто это. Посмотрел уже достаточно роликов, чтобы сделать какие-то выводы. Вроде немало хорошего, говоришь. Но есть что-то отталкивающее от твоих речей. Как-то развязно. И вульгарно. Что ли ты преподносишь все? Благоговейности тебе не хватает. Если ты действительно христианин, если я действительно христианин, думаю, не обидишься на такую критику. Меня критикует невидимка. А примешь ее во внимание. Удачи. Родные, любимые. Кто в здравом уме. А вы слышали здесь критику? Немало, я говорю, хорошего. А ты можешь конкретизировать, что я хорошего сказал? Ну, скажи. Что значит немало? Что по-твоему хорошее говорю? Ни о чем. Но есть что-то отталкивающее. Есть что-то отталкивающее от твоих речей. Что-то развязное, как-то развязно и вульгарно. Я отвечаю человеку. Я вам прям нашу переписку показываю. Благоговейность – понятие растяжимое. И определение к ему этому понятию благоговейности, развязности и вульгарности каждого человека будет субъективным. Ну, я сейчас чуть разжевываю. Я не люблю длинные писать эти комментарии. Я очень рад, что я завел эту рубрику. Вот я буду видеоответы давать. Это мой формат. Я умею говорить и не люблю писать. Что такое благоговейность? Где? Ты мне сможешь найти в Евангелии? А кто будет шкалу благоговейности придумывать? Кто будет шкалу радости придумывать? Меня сколько с этими улыбками тыкали? Вот тут тоже развязность. А что в твоем понятии развязность? Да и вообще, кто ты? Что ты мне рассказываешь о развязности? Поэтому здесь понятие благоговейности. Поэтому здесь понятие благоговейности нужно рассматривать. А, ну ему там сестра отвечает. Дима ведет себя как свободный во Христе, но все же быть бук... Не всем же быть буками. Димуль, приятно видеть тебя радостным. Сестра пишет. Этот опять человек. Я даже не знаю, мужчина, это женщина. Для меня три буквы ЛИ, Н вообще ни о чем не говорят. Я вам честно скажу. Просто ни о чем. Вот ни о чем. Три слова. Ни о чем. Вообще они мне не говорят. Абсолютно. Он ей отвечает или мне, я не знаю. Поэтому здесь понятие благоговейности нужно рассматривать в данном контексте. Тогда оно будет сужено до предела. В каком данном контексте? До чего оно будет... Кто будет полагать эти пределы? И кто их будет сужать? Ну, Буки тут ни при чем, он дальше пишет. Надеюсь, вы не крайностями руководствуете по жизни. Да что для тебя крайность? Что может быть для тебя крайность, для меня только начало? Или для тебя наоборот? Вы знаете, вот беседа ни о чем. Вообще переписка. Просто ни о чем. Почему я не отвечал? Раньше в основном не отвечал на такое. Я вам просто показываю публично, чтобы вы это видели. И еще больше комментирую, потому что я не люблю писать. Но это только начало. Я сейчас вам такое покажу. Что значит крайности? Вот о чем вообще идет переписка? Да ни о чем. А насчет свободы во Христе скажу, что она совсем не то, чтобы быть не Букой. А чтобы жить в благочестии и праведности. Господи, помилуй. А свобода во Христе, а Христос есть Дух, Бог, истина. А истина есть что? Плоды Духа, плоды истины. Какие плоды Бога, плоды Христовой жизни? Любовь. Да, и праведность, и благочестие, да. Но еще любовь, а еще радость. А радость без улыбки и веселости невозможна. А мир, а кротость, а смирение? А радость ты куда денешь? Что значит свобода? Это ты дал определение свободе во Христе, благочестие и праведности? Нет, дорогой. Свобода во Христе, это свобода в истине. А истина, любовь, радость, мир. И вот как раз это свобода от таких, как ты, которые тыкают. Это свобода жизни. Это человек, который никого не судит и сам не позволяет себя судить. На каком основании ты меня судишь-то? Я тебя знать не знаю. А ты мне ничего хорошего не писал. Вроде немало хорошего. Это ни о чем фраза вообще. Вообще ни о чем. Как и дальше фразы. Ну я ему вот это пишу, то, что сейчас сказал. А радость не свобода во Христе? По-моему, очень даже, ибо это также плод духа. И кто будет устанавливать крайности моей улыбки? Это я тогда всем отвечал. Кто ты? Что ты будешь мне что, линейкой мерить? Как я улыбаюсь? Насколько широко я рот открываю? Которыми и выражается радость. Судьи, кто я им пишу? Кто? Кто тебе позволил меня лично судить? Ох, что ты, Дмитрий, что публика твоя. Заводите уже разговор в какое-то другое русло. Это я в другое русло завожу. Да ты начал ни с чего разговор вообще. Что-то хорошее и что-то вульгарное. И разнузданное. Или что-то там развязное, да? Что-то еще раз. Чтобы не клеветать. Скажем прямо. Отталкивающее, развязное и вульгарное ты во мне. Что это такое? Это фраза ни о чем вообще. Ни о чем. Это твое понимание. Ты что-то в него вложил. Еще хочешь, чтобы я эту критику принял. Ни о чем вообще. Ты что-то вложил в эти слова. Кто будет? У нас что, есть какие-то критерии вульгарности? Где ты сначала сошлись мне? Что ты подразумеваешь под вульгарностью? И что это что-то? Ну, читаем дальше. Что публика твоя, что ты, Дмитрий? Заводите уже разговор в какое-то другое русло. Да я тебе просто отвечаю. Чувствую, что здесь просто-напросто нельзя критиковать никого. А то это болезненно начинает восприниматься. Что, кстати, тоже вам повод для размышлений. Не ищите судей, смотрите в себя. Этот человек мне пишет, я его знать не знаю. Ты мои ролики смотришь, ты мне тычешь. Я тебе не тыкал. Я тебя до этого, не знаю, ты писал ли раньше. Они когда пишут, я потом их забываю. Может, он мне 10 лет, может, год назад писал. Я знать не знаю. Я могу человека запомнить, который нормального лицо. У которого канал есть, социальная сеть какая-то. А вот эти иконки я не запоминаю. Может, он мне писал что-то опять полгода назад. Сейчас опять появился. Я знать тебя не знаю. Это ты мне тычешь. И он мне пишет, не ищите судей, смотрите в себя. Да ты сам появился. Я тебя не искал. Это ты меня судишь и в себя не смотришь. Ты меня судишь и еще мне советы раздаешь, которые сам не исполняешь. Ты меня судишь и еще мне говоришь, чтобы я в себя смотрел. Я ему пишу свою критику к себе и примени. Из себя-то начни. Это не я судя, еще это ты меня судишь. Это ты всплыл, а не я. Я тебя лично вообще не трогал. Я тебя даже вот увидеть не могу при желании в глаза тебя посмотреть. Вы же все поспрятались. Я ему пишу. Такой праведник. Пример для подражания. Так яви себя миру. Где ты есть? Да, я на тебя посмотрю. Кто ты есть? Покажи пример скромности, смирения, кротости, благоговейности. Покажи пример. Я ему пишу. А если грешник, очень люби. Я грешник. Если ты грешник, я говорю, что ты в меня камни мечешь? Тебе Господь сказал, кто без греха, тогда брось в него камень. Если ты грешник, тогда не трогай меня. Павел писал римлянам, вспомните, как ты, сам пребывая в этом, судишь другого. Кто ты? Я тебя знать не знаю. Может, ты сидишь там с сигаркой, тролль, с бутылочкой водочки. Попиваешь, покуриваешь и троллишь меня. Сидишь. Я откуда тебя знаю? Я должен на что реагировать? Ты сам-то так поступаешь. Ты сначала яви себя миру. Покажи, какой ты невульгарный. Какой ты скромный. Какой ты... Что там еще-то было? Благоговейный. А я посмотрю, что это такое в твоем понимании. И стоит ли тебе подражать? Соответствует Евангелию моему внутреннему чутью. И действительно, по сравнению с тобой, я какой-то развязанный. Я возьму от тебя лучшее. Но ты покажись. Иисус сказал, если ты грешник, когда привели женщину взятую в прелюбодеяние, что ты в нее камни мечешь? Неважно в каком. Ты вообще без греха, он сказал. Что ты тогда мечешь? Господь не сказал, если ты в прелюбодеянии. Не бросайте в нее камень. Нет. У тебя нет греха? Брось. И у Иисуса не было греха. И он не бросил на нее камень. А обычно таким, не знаете, что в ответ пишут. Я грешник. Но тебя сужу. Я говорю, ты грешник. Тогда, я говорю, выкинь эти камни. Брось их на землю. И отстанет меня. Хорошо. Тебя это не устраивает? Тебе Павел пишет в Римлянам. Тебе лично пишет. Вот такому. Что ты меня судишь сам в том же, находясь? А я тебя знать не знаю. Я почему тебя должен слушать? Я говорю, может ты там, простите, сидишь. Мне грубо выразиться? Я выражусь. Мастурбируешь сидишь. И мне пишешь вот эту гадость. Кто ты есть? Моя жизнь известна. Ко мне можно в любую секунду в дверь зайти. У меня на ночь и днем двери не закрываются. Ко мне можно в любой момент. Ко мне приезжали люди, заставали меня врасплох. Я живу обычной жизнью. У меня все известно. Адрес, контакты. Ты кто? Кто ты есть-то? Покажись мне. Иисус сказал, сотворите и научите. Он меня учит. Критика это учение. Если ты грешник, тогда отстань от меня. А если ты праведник, яви себя миру. И тогда ты будешь меня тыкать. Как люди не понимают, ты аватарка. Пустая аватарка. Если бы меня человек действительно вот живой. Или пусть в интернете. Я его вижу. Я вижу кто ты. Может быть могу посмотреть действительно твою социальную сеть еще. Там тоже можно много чего о человеке сказать. Кто ты есть-то? Я им пишу. Иисус заповел сотворить и научить. А кто ты и как живешь? А кто ты и как живешь? Я знать не знаю. Поспрятать за пустые аватарки и сжалите меня. Будь здоров, я им пишу. Критики безликих аватарок я не нуждаюсь. Мне это не надо. Я не знаю кто ты есть-то. Я когда прочитал Евангелие, я понял. Иисус мой учитель. Иисус мой обличитель. Кто ты? Как ты живешь? Иисус мой пример. Мой учитель. Мой путеводитель и подвигаложник. Кто ты-то? Я на него смотрю. Я не могу там все увидеть, насколько он себя вел. Как он себя вел. Не все там видно в поведении. Как он улыбался. Мы этого не увидим в Евангелии. Так что уж извини, дорогой. Я буду вести себя так, как Господь мне говорит в сердце. У меня сердце чистое. Я от Бога, как ты прячешься ото всех. А я от Бога не прячусь ни в кустике, ничего. Я живу открытым сердцем. Что мне Господь повелевает, в чем укоряет. Я так и живу. И так познаю истину. И так по ней и живу. Я должен безликий мир аватарка. Может, ты грешник, лютый. Я буду тебя слушать. По тебе свою жизнь корректировать. И куда я зайду? За слепым вождем. Да, ну ладно. Зато все понятно теперь. Что тебе понятно? Так тебе, оказывается, аватарка нужна. Да не аватарка мне нужна. Мне нужна твое лицо. Мне нужна твоя жизнь. Кто это есть? Позвони. Давай познакомимся. И ты мне скажешь все лично в глаза. Что ты понимаешь. В себе образец покажешь. Пример. Святой доброй жизни. Христианской. Как ты пишешь. Если ты христианин. А ты христианин. Ну-ка покажи мне, какой ты христианин. Я что-то не вижу пока. Я тебе вообще ничего не знаю. Три иностранных буквы для меня. Это твое христианство. Я почему должен узнать, что ты-то христианин? Я говорю, может, ты тролль какой-нибудь жуткий. А при чем тут аватарка? А если я не люблю аватарки? Или если бы она у меня была, то ты безболезненно отреагировал бы на критику? Да и аватарка ничего. Это только первый шаг. Аватарка. А где дальше-то? Кто ты есть-то? Я говорю. Это я начинаю. Потому что у тебя вообще ничего нет. Есть аватарка? Давай-ка запиши ролик выложен на ютубе. Какой ты христианин. Попроповедуй. Исповедуй свое христианство. Я не знаю, что ты христианин. Если у тебя рот на замке, ты никакой не христианин. Ты постыдился Иисуса. Выложи ролик, что ты христианин. Объяви это людям. Какой ты христианин? У тебя рот на замке. Ой, кому я написал вообще? Какой ты христолюк. Ты себя только любишь. Кошмар. И тех, кто тебя хвалит. И лайки ставит. Господи, как они зацепились за эти лайки. Это вообще страх. Обзавидовали что ли? Ну я яви себя миру. И тебе будут ставить. Я сам тебе буду лайки под каждым роликом ставить. Дорогой. Если будешь говорить, что мне нравится. Я с радостью людям другим ставлю. Другим проповедникам. Под какими-то роликами, какие мне нравятся. Я смотрю христианские или по делу, может быть, даже. Какая разница. Я смотрю технические ролики мне нужны. Я могу поставить ролик, если человек душу вложил, потрудился и дал мне полезную информацию. Выложи свои ролики. Дай людям. Сделай доброе дело. Скажи что-нибудь доброго. Сделай что-нибудь доброго. Помоги кому-нибудь, чем-нибудь через слово. Я тебе тоже лайк поставлю. Господи. Обзавидовались все. Вот и вся твоя правда. В чем ты можешь меня укорить? В чем мой грех? Что я не слушаю слепую, безликую аватарку? Кто ты есть-то? Может быть, ты тролль? Я не могу по тебе равнять свою жизнь. Я могу равнять жить по Евангелию. И по тому человеку, которому в совершенстве получается жить по Евангелию. Или стремясь к совершенству. Или он живет лучше меня по Евангелию. Я могу у него чему-то поучиться. Я тебя знать не знаю. Что эти понятия... И, Олю, сейчас мы вернемся к началу опять. Что это за такой вульгарность-то? Что ты мне сказал? Что я должен корректировать? Почему ты ничего не сказал? Пустое сообщение. Вот и вся твоя правда. Ужали ли тебя? Посмотрите, что я написал в начале и к чему ты... И тут прервалось. Ну и ладно, там еще один человек ему ответил уже. Давайте вернемся в начале, посмотрим, что ты написал-то мне. Посмотрел уже достаточно роликов. Сколько достаточно? Два для тебя было достаточно? Сколько ты посмотрел? Два ты посмотрел? Или один, или полтора ролика ты посмотрел? Сколько? Это в твоем понятии достаточно. У меня много к тебе вопросов тоже. Что для тебя достаточно роликов ты посмотрел, чтобы сделать какие-то обо мне выводы? Если ты посмотрел достаточно роликов и сделал обо мне выводы, я тебе какие могу выводы сделать? Я вообще ничего о тебе не знаю. Ты делаешь выводы, ты видишь меня. Я какие должен сделать выводы? Я почему должен слушать? Я говорю, если это тролль с бутылкой водки в руке сидит и сдевается над хорошими людьми. Я вот никому, никогда в жизни никакого плохого комментария нигде не написал. Никто их не найдет в ютубе. Дизлайков не ставлю. Если мне нравится то, что человек делает, я одобрю. Причем одного и того же человека. Но что-то мне у него не нравится, я никогда не буду его ни троллить, ни ему там гадости писать. И критиковать я его тоже не буду. Ну и критику его еще раз зачитаем. Чтобы сделать какие-то выводы. Вроде немало хорошего. Так, что-то отталкивающее от твоих речей есть. Как-то развязно и вульгарно, что ли, ты преподносишь все. Что я... Вот, братья и сестры, родные мои, любимые. Напишите в комментариях, чтобы думать, что вот вы бы вынесли из этой критики для себя. Что я могу научиться из этого? Где определение хорошего, что я говорю, что я должен оставить? Ты же не сказал, что я сказал хорошего, чтобы я это оставил. А вдруг я хорошее потом выкину, послушав твое? Ты не сказал ничего, я хорошего сделал. Ты не дал никакого форменного определения, чтобы я понял, что я сделал плохого. Ты просто произнес абстрактные слова. Кто мои проповеди слушает, тот знает, что я прекрасно говорю, что любовь это только слово. Это такое чувство. Это только совокупность, как выразился Павел, совершенство. В любви, в радости, в той же самой, ну в добрых делах. В делах радости, в мира, в делах совокупность, совершенство. Этими делами все эти свойства божественные в тебе раскрываются. Что в твоем понятии развязано, вульгарно? И что конкретно? Это походка, движение. Что тебе, что это, к чему это все? А что хорошего, скажи тогда. Перечисли, чтобы я хорошее оставил, плохое убрал. Ни о чем комментарии. Вот такие вот мне пишут. Я, конечно, такой бред не буду часто зачитывать. Это я вам для примера сегодня. Вот такие тоже бывают. Это постоянно такое. А бывает, вот прям дальше мы пролистываем, прям буквально тоже на днях. Вот. Вот тут я вот так сокрою немножко, чтобы никто не видел. Ну это можно все найти, конечно. Это я, чтобы вы видели, что это я не так вот, я там статью составил, сам себе написал гадкие комментарии. А то, что мне вот он пишет, что я в похвалах просто все утонул и в лайках. Вот вам живой пример, он у вас на экране. Я не знаю, вам побольше может сделать, может кто не видит. Сейчас мы вот так вот преувеличим. Так, я куда пролистал его, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу, чтобы вы это все видели. Вот так вам покрупнее должно быть. Видите, наверху. Держитесь крепко. Да ты сука! Тут мата такого нет. Я надеюсь, это не матерно. Вроде бы не особо матерные слова, поэтому я их все-таки произнесу. Кто знает, я матом не ругаюсь и слова себе такие не позволяю. Но, по-моему, эти слова все-таки в пределах. Ну, они, конечно, я такими не выражаюсь, но они все-таки, мне кажется, на грани какого-то. Я произнесу, потому что это все-таки комментарий. Долбанный киборг! Биоробот гребаный! Аз есмь Иисус Христос! Я перешел на канал этого человека, но, я так понимаю, человек психически нездоровый. Там реально человек себя мессией называет. Я так, так, некоторые... Ну, больной человек, да. Я сейчас это открыто говорю. Это мое мнение, поэтому я не обижаюсь ни в коем случае. Я понимаю, что есть люди разные. Веснования, психические заболевания, да. Всякое у нас есть. Вот так вот. Как вам такие комментарии? Я обещал вам провести эксперимент. Вот я вам, видите, в этом же рубрике сообщества... Ну, как сказать-то, короче, в личном кабинете. Вот есть сообщества, и тут есть комментарии, сообщения. Ну, сообщения, кто знает, этот канал, там, может, писать их, никто никогда не пишет. Вот есть подписчики и настройки сообщества, и указания в тиндерах. Вот когда мы кликаем по настройкам сообщества, у нас вот такая вот появляется, ну, естественно, раскрывается справа. Есть вот, ну, можно модератора добавить. Можно, когда ты одобряешь пользователя, они появляются в одобренных, и все, кто пишет потом эти комментарии... Потому что я все комментарии поставил на проверку. Я их все читаю, естественно, и либо пропускаю. Пока я не пропущу, его даже не появляется под роликом. Это, с одной стороны, плохо, чтобы он сразу появился. Кто-то, может, ответил, почитал бы. Ну, в принципе, я их достаточно тоже проверяю. Они всплывают в уведомлениях. То есть, если там даже пару часов его не побудет, ничего страшного. Но ты можешь любого человека, вот, когда ты в комментарии... Я вам все это показываю, кому интересно. Кому неинтересно, красную кнопку нажмите, и все. Вот, ты когда кликаешь напротив комментария, человек всплывает окошечко, можно пожаловаться, заблокировать пользователя. Наоборот, его одобрить, то есть, публиковать комментарий этого пользователя без проверки и назначить этого пользователя модератором. Все, это вот можно, из вот, который мы только что с вами читали, из первого общего меню, комментарий сделать. А когда в настройки сообщества переходишь, вот они все здесь. То есть, здесь мы видим этих одобренных пользователей. Вот они у меня. То есть, кто ко мне лояльно относится, естественно, я одобряю, что я буду там. Хотя это плохо тоже, в том плане, что потом, когда эти одобренные пользователи пишут, если они новый комментарий пишут, да, я его вижу сразу вот здесь вот. Сейчас я покажу. Я поэтому иногда даже не всех думал одобрять, одно время не одобрял. Потому что, если вы свежий пишете, да, он появляется вверху. Если вы начинаете вот так вот, как здесь вот, допустим, идет переписка, я уже этого... Ну, я вижу, то есть, это надо все листать. А если вы будете переписывать к какому-нибудь сотому ролику, там, где я их найду? Они не всплывают первыми, они уже в том каталоге, так скажем, да, всплывают. Это вот тоже плохо. Я не вижу даже одобренные какие-то, там, переписываются, если с кем-то. Я этого уже не вижу. Ну, или должен вот так в ручном режиме, представляете, все это листать, зачем мне это надо? То есть, я... А свеженькие, конечно, и первые. Они выплывают сразу. Но если там начинается диалог вот этот, знаете, да, там, споры, дебаты или просто подтверждение, я не вижу этого. Вот это плохо, конечно. Есть такой нюанс, не очень хороший. Вот. И вот есть одобренные, и есть вот заблокированные. Вот они все у меня тут заблокированы. Не так много, я считаю. 500 подписчиков у меня, да. Я считаю, что тролли всегда достаточно, да. Я сейчас публично. Есть черный список от каких-то слов там. Ну, это в основном я вот тут добавил. Это там, это спам пошлет. Я при вас сделаю сегодня амнистию. Бог есть любовь. Ну, может, люди изменили свое мнение. Вот. Я когда вот этих людей сейчас... Вот, видите, списочек внушительный. Я уже пока начинаю это делать. Я их отсюда, видите, закрываю. Они теперь тоже могут писать комментарии. Я пока это буду делать. Тут общего нету. И за недельку вы просто убедитесь, какой понос, грязь, злословие, неприязнь. Так, это же христиане в основном. Ну, как они себя оппозиционируют. Вы просто не представляете, что льется на человека. На любого, в принципе. Это не важно. Любому блогеру это все. Не важно, что он там верующий, неверующий. Вообще там язычник, да. Вы понимаете, каналов миллион на ютубе. Вот. И, казалось бы, христиане, ну, ведите вы себя нормально. Ну, ты что-то непонятно. Давай, у тебя разные мнения. Давай разговаривать. Ну, не хочешь ты по скайпу там как-то созваниваться. Давай. Все. Давай тут сохранить надо. Вот так вот. Хоп. Сохранить. Все. Готово. Видите, вот сейчас мы перезагрузим страничку. Я вам продемонстрирую все это. И вот, видите, никого. Нет заблокированных пользователей. Это я сделаю сейчас при вас на трех каналах своих. Заходим на беседы христолюбцев. То же самое. Вот. Та же самая личный кабинет, только уже другого канала. Ну, вы все это видите. То же самое. Есть одобренные. И вот они. Это в основном те же самые. Они мне, естественно, на всех трех каналах начинали мозг выносить. Поэтому это все те же самые. Ну, может быть, с небольшим там каким-то отличием. Вот. А так. Каналы я разделил для себя. Ну, и чтобы кому-то полегче было. Кому-то, может, неинтересно там эти беседы. Или, наоборот, писание, где я читаю на... У меня вот так уже сложилось. И я к этому пришел. И считаю это правильным. Три канала. Очень удобно. Вот. А на и на каналах достаточно бывает. И так разная тематика. Вот. Вы знаете, уже вот третий год пошел, как я, на ютубе. И очень многому учишься. Я почему делюсь вот этим опытом-то? Я ебанил. И запрещал все комментарии. И где-то меня это прямо огорчало. Расстраивало. Я думал, господи, вот такую гадость пишешь. Потом я понимаю, на что я реагирую? Я же знать не знаю, кто это. На что я реагирую? Ну, может быть, человек больной. Я потом встречался. Я некоторых вытаскивал на скайп. Ну, начинал писать, что-то давай созвонимся. Некоторые созванивались. И я видел больных людей. Неуравновешенных. Реально все это видел. Сам он мне рассказывал. Я говорю, и потом... Начинает мне говорить, что сам в грехе. Начинает мне, в каком смертном грехах он живет. Реально в смертном грехе живет. И говорит мне об этом. И тычет меня, и судит меня. Ой, это жуть вообще. Сохраняем. Я, конечно, их начну банить, если они сейчас опять начнут. Может быть, у кого-то что-то в голове просто изменилось. И приходим на Христолюк. Мой канал основной. Я все-таки считаю. Вот то же самое. Все то же самое здесь практически. Вот. Может, у кого-то что-то подвинулось. Может, этих людей уже там нет давно. Может, они меня не смотрят. Когда забанил их. Откуда я знаю? Ну, я хочу сделать такую амнистию. Бог есть любовь. Я, вы знаете, проповедую всеобщее покаяние. Я в него верю. На основании приточного и символного... Иди ко мне, мой маленький. Евангелие Иисуса Христа. Да, покажись. Христолюбц. Сынок. Какие делышки? Хорошо. Вот, мой мальчик. Как мой Мартик. Вот. И я разное прошел. А потом я вот все. Сейчас я вообще в свободе. Я это... Кто знает, я еще и люблю ее родствовать. Делать из себя такого злого дядьку. То, что я говорил даже этому человеку, говорю, только потому, что я его не вижу. Любит они это. Это я, например, я мог бы притчу. Я мог бы просто так придумать это. Не показывать вам вообще эти слова там или еще что-то. Вот. Но это живая практика. Вот живая жизнь. Хочу это показать, потому что я знаю вокруг меня, братья и сестры, тоже начинают эту деятельность. И молодцы. Светят в мире. И я вам покажу. Пройдет сколько? Давайте сегодня вот у нас четверг. Ну, недельку. Там, ну, я не знаю как. Ой, сейчас я представляю, что польется. Это, конечно, будет жуть. Как вы видели, амнистия произошла. Пишут жуткие гадости. Жуткие. Вот начиная от таких просто бесполезных, просто бесполезных переписок. Критик. Да я бы критик. Я что против? Ты мне в грехе. Что такое критика тоже? Ну, я тебе просто не нравлюсь. Так и скажи. Тебе не подходит мой темперамент, мой слог, моя речь. Тебе не нравится моя внешность. Может, ты действительно, ты в себя посмотри. Может, ты мне завидуешь. Какие-нибудь дара моим внешним данным, духовным, дешевным. Ты в себя лучше посмотри, дорогой. Я вот радуюсь. У меня прекрасный есть образ друга-жениха, как Ан-Креститель. Я люблю людей. Я люблю людей и красивых, и некрасивых. И страшных, и не страшных. Что ты? Ты ничего не сказал обо мне, посмотрев достаточное какое-то, по-твоему, количество моих ролик. Ты не сказал ничего я хорошего сделал для тебя, в частности, или вообще. Ты не дал никакого этому определению. Я ничего не могу из твоей критики, как ты говоришь, вынести для себя никакой пользы. И в том, что для тебя вульгарно, что там еще, я уже забыл, не хочу вспоминать, но вы помните все это. Что это для тебя? Где эти грани? Ну и что мне тоже некоторые люди как бы не нравятся вот именно? То, что они не такие просто, как я. И я понимаю, что я, ну что, а я другой. Бог нас создал разными. Бог мир не создал черным-белым. Бог мир создал прекрасным, красивым. Ну и что? У него такой темперамент. Я спокойно смотрю на проповедников, на блогеров, на людей. Что это? Да это не критика. Это тебе показалось, что это критика. Это не критика. Я реагирую на нее так. Во-первых, я, конечно, юродствую. Я люблю так делать. Если я такого злостного буква иди сюда, сейчас я с тобой. На самом деле, мне и не до фени. Иногда мне хоть сказать, да мне до фени. Да нет, мне не до фени. Я хотел бы, чтобы мир был счастлив. Чтобы люди в мире любили друг друга. И делали друг другу радость доставляли. И как раз те, кто меня окружают и дарят мне любовь, я этим очень дорожу и очень ценю этому. И в ответ, а возможно вперед, подарил им свою любовь. Именно поэтому люди просто мне дарят ответ на любовь. За что вы меня судите? Что вы, обзавидовались, что ли? С лайками с этими? Господи, помилуй. Да я уж объяснял сто раз, для чего лайки. Во-первых, это мне, да, мне показатель. Потому что сто просмотров на ролике и десять лайков, огромная разница. Сто просмотров, это вот именно девяносто из них посмотрели вот такие вот. Которому не принесло ни эстетического удовольствия, ни умового на меня смотреть. И ты не будешь делать то, что я тебе проповедую Евангелие. Ты просто послушал и все. Я половину знаю как минимум своих подписчиков. С некоторыми я где-то переписывался, общался. Ну половину, может громко сказано все-таки. Процентов 25, наверное. Это все-таки люди, я их как-то знаю. По какой-то пусть переписке. Некоторые из них даже ничем не христиане. Я их просто знаю. Но он почему-то пока слушает меня. Он говорит, я вот слушаю. Или он давно уже отрекся. Он говорит, мне ничего не надо. Я вот как-то живу вот так вот. Но он меня слушает. А в принципе, что меня слушает? Я проповедую христианство, деятельную жизнь по Евангелию. По образу, какой нам дал Бог, придя во плоти. И прокомментировав это все словами по его учению. Все мои контакты на экране. Пишите, звоните, добавляйтесь в друзья. Но я говорю, скорее всего, в будущем я сейчас тоже как-то к друзьям стал относиться. Вы знаете, все безликие, кто стучатся. У кого нет ни фотографий в социальных сетях. Ничего, что я мог бы хоть посмотреть, кто это. Если я смотрю, у человека на стене какие-то непотребства. Игрушки, эротик, чуть ли не порнография. Какая-нибудь политика все забита. Какими-нибудь ужастиками, злобой какой-то. Какие-нибудь там все эти посты. Я не буду добавлять. Я говорю, честно, я что-то как сначала. Сейчас, причем в социальной сети, в принципе, вообще запрещают. Порой даже написать сообщение, если ты еще не добавился в друзья. По-моему, ВКонтакте уже даже это запрещено. Но извини, тогда нам с тобой тоже. Я не хочу ни переписываться, ничего. Мне хватает людей, которым я могу послужить. Я лучше лишний ролик запишу, чем я буду. И просто мне это количество друзей. Не друзей. Слово-то какое, дорогое-то. А получается, мы все пообесценили. Но кто здравый человек, в здравом уме. Кто не прячется от всего на свете. Где страх, там нет любви. Пожалуйста. Милости просим. А ходить рядом со мной с этим, с капюшоном, чуть ли не от куклы с клана, не надо. Я не хочу, чтобы у меня, честно, в друзьях такие были. Так что вот так вот. Ну, а так мои контакты. Нет, пожалуйста, для споров, для дебатов я тоже открыт. Но, опять же, уж особенно, когда споры, дебаты, там какие-то разногласия. Это вообще только скайп. Переписки я в основном не веду. Редко, редко. Вот может мне попасть. Я так коротенько могу подписаться. Тем более, теперь просто отвечаем. Я знал, что я уже на заметочку, я уже понял, я его прокомментирую. Попытался ему пописать, что он дальше попишет. Я понял, внятного я ничего от человека не приму. Не получу, вернее. Пожалуйста, если ты будешь слушать, дорогой мой, это видео, ты, наверное, тоже у тебя все кипело. Я доступен в скайпе, давай посмотрим друг другу в глаза. Я к тебе ничего не имею. Никто об этом не узнает, никто не знал. Мы завтра будем лучшими друзьями, никто об этом не сможет применить к нам это. Потому что было все безлико. Почему я и говорю по образу Иисуса, никогда никому не тычьте лично. Никогда. Это будет даже со стороны выглядеть лицемерно. Ты вчера его поносил, завтра тебе с ним целуешься. Тебе никто не поверит. А что я не знал, кто это понятия не имел, что вы не знаете? Завтра вы увидите нашу беседу, мы помиримся, подружимся, будем лучшими друзьями. Никто этого не узнает. Я научился этому у Иисуса. Вот так вот. Лично можно только даже тыкнуть и даже сатаной назвать только тет-а-тет, как делал это Иисус. Никогда не делать этого публично. Ну а там, я говорю, что там, там ничего. Сегодня есть отрегистрация на Ютубе, завтра она есть. И то она настолько безликая, с непонятными тремя буквами. Что можно по ним понять? Все, мои три канала. Вы знаете, кто впервые смотрит этот ролик, они у вас на экране. Подписывайтесь, смотрите ролики, какие вам интересны. Пишите, пожалуйста, в комментариях под роликом, что вам понравилось. Конкретно скажите. Да, хотя, понятно, мне просто надо полезно, действительно. Обратная связь, это кто знает, называется в мире обратная связь. Да, спасибо за то-то, за то-то. Ой, то-то, то-то открылось. Пишите, это будет здорово, я буду понимать что-то. Мне это, кстати, будет тоже очень, это необходимо. Вот. Что не так, вы тоже пишите. Пишите аргументированно, а не так. Ну, вот в формате я буду отвечать там по субботам, а может и просто вот так. Ставим лайк. Обязательно. Если ролик нравится, если вам полезно, отрадно, назидательно мое служение, поставьте лайк. Мне это сигнализирует, для кого я служу. Да. Это нужно каждому человеку. Система поощрения и наказания всегда есть в воспитании. Здесь то же самое. Ну, и поделитесь этим роликом со всеми, с кем считаете нужным. Помните, как говорил Господь. Я даже задумываюсь на своем канале поменять некоторую, может быть, девиз. Не знаю пока на каком. Что вы зовете меня, Господи, Господи? И не делайте того, что я говорю вам. Это из Луки, Нагорная проповедь. И дальше Господь говорит, любите врагов ваших. Но я взял продолжение из Иоанна. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Ну, естественно, и всех. Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Всех целую. Нежно, крепко обнимаю. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...